Всем привет! Меня зовут Влада, я химик. Я расскажу вам о частях речи. Логика моя не самая сильная сторона. Вот здесь многие, которые сидят, уже здесь прочитали научно-популярную лекцию, потом может прийти мысль написать научно-популярную статью или на худой конец какой-нибудь длинный постик в блог. И вот очень было бы обидно прочитать под этой статьей что-нибудь вроде «много буков не осилил». Чтобы этого не произошло, нужно так, чтобы ваши даже самые длинные, самые сложные тексты были простыми к чтению, легкими для восприятия. Для того, чтобы получилось так, нужно внимательно относиться к каждому слову, которое вы используете. На самом деле, даже одно слово может менять очень многое. Мы можем посмотреть известная всем поговорка «все, что не делается, все к лучшему» тут модифицировано в трех разных вариантах. И вот это вот слово, которое заменяется, делается, происходит, случается, оно уже очень меняет смысловую интонацию предложения. И если этим умело манипулировать, то можно получить очень интересный эффект. Базовых частей речи, которыми мы оперируем, четыре – это существительное, глагол, прилагательное, наречие, думаю, знакомые всем слова. Числительные причастия, депричастия мы используем реже, а союзы, предлоги, местоимение, междумение – это вот вспомогательные элементы предложений. Собых сложностей с ними нет. И первое – это существительное, отвечает на вопрос «кто что». Мы используем его, чтобы обозначить какой-то объект, предмет. И, казалось бы, сложности с употреблением существительных нет на первый взгляд. Когда мы о чем-то говорим, мы хватаемся, чтобы назвать это за какое-то первое попавшееся слово. И потом используем его в тексте очень-очень много раз. Это делает текст таким замусоленным, таким однообразным. И мы не заботимся о том, насколько выбранное нами слово точно характеризует предмет описания. Возьмем, например, какое-нибудь простое слово «ветер» и подумаем быстро, какими словами его можно заменить. Вот первой мыслью приходит там пара-тройка слов типа «ураган», «шторм», «вихрь», если такие усиленные. Еще два-три синонима, вряд ли больше. На самом деле их еще больше. Не все эти слова являются синонимами, но каждый из этих слов так или иначе подразумевает под собой «ветер». Да, и зефир — это тоже «ветер», «сиропка», «самум», «фен» — это ветра, которые распространены в разных частях света. Мы вряд ли будем часто их использовать. Но если вы увидите это слово, вы будете знать, что это «ветер» тоже. Вот «ветерочек», «ветрище» — это как бы маленькие словоформы. Но они тоже очень сильно меняют восприятие наше. Вот, поэтому прежде чем выбрать существительное для вашего текста, подумайте, достаточно ли оно точно определяет предмет или стоит найти слово получше. Кстати, поиск синонима необходим в случае выбора разных частей речи. Каждый помнит строку Александра Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Попробуйте заменить слово «воздвиг» каким-то другим словом «Я памятник себе поставил», «построил». Выражение сразу теряет всякий пафос. Оно перестает быть крылатой фразой. И вот уже все, уже не то, уже банально, скучненько. Глагол — очень важная часть речи, отвечает на вопрос, что делать. И это именно та часть речи, которая придает тексту силу. Не случайно самый известный в мире монолог начинается с глагола. Это шекспировский «быть или не быть». И вообще множество крылатых фраз построено на глаголах. Там «Лёд тронулся, господа присяжные», «Не тормозись, не кирсни». Один из самых известных слоганов «Just do it», слоган Найка, тоже основан на глаголе «Просто сделай это». Чтобы понять сложность, ой, важность глагола, извините, сравним два стихотворения. Вот, это стихотворение Маяковского, послушайте, стихотворение Фета «Шёпот робкой дыхания». Стихотворение Фета интересно тем, что оно такое экспериментальное, в нём нет ни одного глагола. Здесь приведен отрывок, это не всё, там ещё там то ли в два, то ли в три раза больше. И за все эти 12-20 строчек ни одного глагола нет. Если мы посмотрим на стихотворение Маяковского, вот сколько у него глаголов, раз, два, три, четыре, пять, оно опять же не всё. И вот это вот слово «значит» — это не глагол, это союз «значит», но оно тоже звучит как глагол. И поэтому настроение у стихотворения такое энергичное. Послушайте, ведь если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, кто-то хочет, чтобы они были. А у Фета стихотворение, описывающее любовные свидания, шёпот робкой дыхания, трели соловья, оно лишено всякой энергетики. Оно вялое, пресное. Надеюсь, что фанаты Фета не побьют меня потом. Вот, но сколько бы вы не сыпали глаголов, решили вот, чтобы сделать мой текст таким классным, запоминающимся, насыплю я туда глаголов побольше. Это может не помочь, если мы будем говорить общими фразами. Что это значит? Вы пытаетесь себе представить следующее. Птицы летают над землёй. Ну, скорее всего, никакой такой яркой картинки не возникнет. Почему? Потому что не существует никаких обобщённых птиц или земли. Есть вполне конкретные объекты. Теперь попытайтесь представить такое. Жаворонки зависли над степью. Калибри перелетают от цветка к цветку. Стервятники кружат над полем битвы. Тут уже у вас в голове возникает какой-то яркий образ, достаточно точный. То есть, существительного и глагола уже достаточно, чтобы создать яркую картинку, чтобы понятно описать то, о чём вы говорите. Никакого там нагромождения прилагательных и других слов, в принципе, уже не надо. Вот ещё пример. Человек вышел из машины. Ну, так даже в милицейских протоколах не пишут. Возьмём более конкретные слова. Он выбрался из Запорожца. Она выпорхнула из Ягуара. Чувствуете, как много мы уже знаем от двух персонажей, обозначенных только местоимениями? Он, она. Умело управляя существительными глаголами, вы можете или предельно ясно выразить свою мысль, понятно сказать, или же запутать наоборот. Если мы будем начинать предложение каждое с подлежащего и сказуемого, ну, соответственно, существительное глагол, оставляя дополнительные членопредложения дальше по тексту, оно сразу станет более понятным. Сейчас объясню, как это работает. Доказательства от противного. Посмотрим на этот текст. Законопроект, который бла-бла-бла-бла-бла может означать потерю прибыли для Чесопикских окружных школ. Подлежащее сказуемое. Подлежащее сказуемое здесь разделены примерно 14 словами, если я не ошибаюсь. И вот если мы будем читать его без выделенным жирным шрифтом слов, то мы, может, не сразу даже ловим. Это, в принципе, достаточно важное по смыслу предложение. Законопроект может означать потерю прибыли. Если мы его разобьем на два отдельных законопроект, предложенный местными властями, исключать подоходный налог, бла-бла-бла, и этот законопроект может означать потерю прибыли. Два предложения, и в двух подлежащее сказуемое стоят в начале. Они уже не такие канцелярские, они уже более понятные для простого читателя. Вот. Поэтому даже, поэтому если мы хотим сделать что-то более понятным, ставим подлежащее сказуемое в начале. Хотим запутать человека, хотим потянуть интригу, ставим сказуемое подальше. Такой фокус. Дальше пошли прилагательное. Прилагательная часть речи обозначает признак предмета, отвечает на вопрос, какой чей. Тут почти похоже на существительное. Нельзя брать первое прилагательное, которое приходит на ум. Оно болеет детской болезнью трафарета. У нас лайнер всегда серебристый, награда заслуженная, поток бурный. То, чем мы еще начитались в детстве в книжках. Вот. Еще более убийственно звучат клише восприятия. То, с чем мы сталкиваемся, когда читаем газеты, когда читаем новости. Это когда журналисты навязывают нам свою точку зрения. Жертвы всегда невинные, бюрократы всегда ленивые, политики коррумпированные и так далее. Избегайте этого. Выбирайте прилагательные почетче. Люди думают, что если они не нашли одно точное прилагательное, его можно заменить несколькими. На самом деле это запрещенный прием, который портит текст. Бессмысленная, вялая, какая-то скучная смерть веяла ровным дыханием. И Горький в одной из своих эссе советом молодым писателям, оно, кажется, называлось, критиковал это предложение, что несмотря на три определения, три определения, бессмысленная, вялая, скучная, в этом предложении нет четкости. То есть вы пишете бессмысленная, добавляете вялая, а потом еще после вялая пишете какая-то, как будто вы сомневаетесь, а правильно ли вы слово подобрали, а потом еще скучная. И предложение теряет всякую динамику. Аналогично, если запрещено растолковывать очевидные вещи. Что имеется в виду? При словах «началась гроза» у каждого человека возникают свои образы. Если человек боится грозы, то этого уже достаточно, чтобы вызвать у него мурашки, гроза. Если человек ее не боится, ну знаете, любит дождик с спецэффектами, то такое описание вызовет у него скуку. Началась страшная, бурная гроза, сопровождаемая яркими молниями, пугающими раскатами грома. Таким предложением хорошо пугать детей в сказках. А если человек любит грозу, такое навязывание будет его раздражать. Если прилагательными просто не стоит употреблять, злоупотреблять, то следующей части речи нужно пользоваться еще осторожнее. Это наречия. Наречия отвечают на вопросы «как», «когда», «почему», «где» обозначают признак действия, качество другого признака, как мы что-то делаем. Рой Питер Кларк, человек, который написал очень хорошую книгу, она называется «50 приемов письма», он говорит так, будьте внимательны в употреблении наречий. Они либо выделяют глагол или прилагательный, или повторяют его смысл, который уже в принципе есть. Смотрим на предложение, и жирным выделены наречия, попробуем их убрать. Взрыв уничтожил церковь, заводила вертелся перед арущими болельщиками, шпион подсматривал сквозь кусты. По сути, смысл не поменялся. Предложение стало короче, значит понятнее. Есть такое шуточное правило. Поэтому не применяйте наречия с дуру везде, когда не нужно и когда незачем. Вторая часть предложения почти полностью состоит из нагромождения наречий. Если мы это нагромождение наречий уберем, у нас останется «поэтому не применяйте наречия». Просто не применяйте их. Вообще, это отличный способ сделать ваш текст лучше. Вычеркните все наречия в тексте, перечитайте его и верните те наречия в тех редких случаях, я подчеркиваю, редких, когда они действительно нужны. Избегайте употребления частицы «не» в тексте. Пробегите этот текст по максимальной скорости чтения. Стены замка еще не растрескались от ветра и дождей. Дряхлость не оставила на них свой мерзкий приснивел отпечаток. А теперь медленнее. Стены замка еще не растрескались от ветра и дождей. Дряхлость не оставила на них свой мерзкий приснивелый отпечаток. То есть, если мы вчитаемся, вдумаемся в смысл этой частицы, то картина получается прямо противоположная. Но если мы читаем быстро, мы частицу не упускаем. Это свойство нашего мозга упускать какие-то маленькие, малозначительные вещи. Поэтому избегайте частиц «не» и старайтесь строить предложения вообще без отрицательных частиц. И еще несколько моментов, которые нужно обратить внимание. Хороший способ улучшить свой текст, вычеркните из него всякие сомнительные части. Это притяжательные местоимения, свой, своя, свои. Не нужно лезть своей рукой в свой карман. Был-были. Вспомогательные глаголы хороши в английском языке, там без них никак. В русском вполне можно без них обойтись. Вводные слова, возможно, кажутся. Про наречи уже сказали. Цепочки сказуемых, то есть когда после одного подлежащего идет много сказуемых, они тоже делают предложение длиннее, запутаннее. И поэтому лучше разбить его на несколько маленьких. То же самое относится к сложным предложениям. Мы в основном в голове своей не мыслим сложными предложениями, мы мыслим простыми. И чем больше текст, который мы читаем, похож на то, что происходит у нас в голове, тем он понятней. Лишние слова и лишние предложения. Если предложение или слово не несет никакой нужной информации, его можно просто убрать. Как любит говорить Саша Гопак, текст два раза ужимается без потери смысла. Это правильно, это стоит так делать. Поэтому, как говорится, соскребите этих моллюсков из вашего текста, и пусть корабль вашей мысли идет с хорошей скоростью. Спасибо. 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 Спасибо.